всех приветствую на канале друзья миа 2 сегодня у меня на ремонте на дисплее открыл телефон и вот такая вот история кто-то что-то пытался сделать по незванию и в результате оторвал шлейф из твоего модуля но дисплейный модуль заказан из китая а а а а а а а а не знаю что с батареи по ходу порядок где-то полгода снимал похожие видео миа 2 light эта моделька немного отличается а а все-таки ударейしよう ну телефон у нас в girlfriends и понятно и и так я сейчас попробую прошить если проблема решится то поменяем дисплей возвращается и так ставлю на паузу шью телефон и встречаемся после продолжаем снимать видео по замене миа-2 клиент не захотел решить телефон сказал меняйте дисплей пусть будет так вот не знаю какие у него планы хочет значит поменяем я ему заявил 30 евро за прошивку чтобы восстановить естественно данные не сохраняться кто не захотел этого будем менять дисплейный модуль без прошивки телефона в режиме boot может быть он сам захочет сделать так снимаю сломанный дисплейный модуль сепаратора вот сейчас мы постараемся соединить довольно горячий минуты три стоял на сепараторе температурой 100 градусов довольно легко рамка соединяется вот так дисплейного модуля включим свет наполнительная снимаем легко снимается так он выглядит копия сейчас перенесем защиту верхнего динамика вообще эти дисплеи хорошего качества человек который мне привозит работу поставляет их закупает в мадриде огромная китайская фирма по продаже запчастей по ремонту сотов телефонов смартфонов телефонов вот так проверить мы не сможем как вы уже поняли потому что рисунка не будет дисплей как бы будет потухшим но я уверен что все в порядке потому что все дисплеи вот которые мы оттуда привозим все хорошего качества даже копии проблем пока не было так ну там все это выглядело сейчас мы его приклеим и чтобы не резать видео наверно приклеим и сразу поставим на зажимы включая сепаратор и так клеем пристегиваем к системной плате и закручиваем заглушка на три винта все сделать быстро чтобы клей не успел остыть он не успеет остыть потому что клеить мы будем на b7000 он довольно долго застывает часа два в идеале можно конечно сделать и на t7000 но но есть один такой недостаток он очень жидкий не очень но ниже чем этот и было у меня пару случаев когда я наносил клей и клей затекал между дисплеем и стеклом и оставались пятна никак их оттуда не вытащишь поэтому приходилось менять дисплей снова поэтому на t7000 я сажаю оригинальные дисплеи там никаких проблем не бывает достоинство этого клея в том что он быстро довольно быстро засыхает 30-40 минуту можно телефон возвращать выдавать клиенту что касается этого то тут то он не значит не затечет ни в какую щель потому что он достаточно густой и ну зато время его застывания увеличено в два-три раза поэтому учитывая что дисплей копия сажать будем на этот клей приводить и неоднократно и то есть тихая тихая это такие Продолжение следует... Все нормально, ничего не вывезло. Если какие-то капли вылазят, дожидаемся, когда он высыхает и аккуратно, вот как здесь, если вам видно, и аккуратно все это обрезаем скальпелем тонким. И получается все красиво. Застегиваем дисплей. И тут можно не спешить с этим клеем. Засыхает, как я уже сказал, достаточно долго. Итак, ставим заглушку. Так, ну и все. Ну и все. Так, ну и все. Ставим на шесть зажимов Вот, в общем-то, и все Как я уже сказал, все это высыхает Часа через два я беру скальпель И идеально вообще под микроскопом Наводите микроскоп на рамки И аккуратно обрезаете скальпелем высохший клей И получается вообще идеально Не остается ни следов Получается очень аккуратно Всем спасибо за внимание, друзья Подписывайтесь на канал Всем удачи в ремонте И до новых встреч